70-летию автора живописца, художника-авангардиста Александра Фролова посвящается данной экспозиции, данной выставке, которую мы представляем в этом зале. Хотел рассказать, провести небольшую экскурсию по его работам. Работа 1988 года, написанная была автором и представленная в 1988 году на финском аукционе «Артсоветика». Монах, выходящий из пустыни, химник, который, так же как Христос, пробывал в пустыне 40 дней, за это время постиг некие духовные истины, новые откровения, и, выходя, он бросает жеребий в виде двух камней, лежачего и стоячего, с мыслью о том, что стоит ли ему доносить до людей те знания, которые ему открылись, которые он постиг. Он понимает, что может быть, так же, как и Джордана Бруно, быть непонят людьми, и это может стоить ему жизни. Тем не менее, он делает этот шаг вперед. Он уже понимает, что, делая шаг вперед к людям с новыми идеями, открыть ему сверху, он может лишиться жизни. Русское название «Зай прочь» в Аляске – «Про и контр». Работа Александра Фролова, которая называется «Сухая душа – мудрейшая». Это два состояния развития человеческой души, изображенная в виде двух монахов, черного и белого, представляющих такой дуализм системы. По цветовому решению, описанному Кандинским, и по его пониманию, что такое черный квадрат – это черное пространство, которое вбирает в себя свет. И здесь черный монах, он сделан черный, но теплый, помещен в пейзаж, светлый, но холодный. То есть светлые тона этого полотна, они излучают на нас свет и впитываются в монаха. Тем самым художник пытается создать ощущение, что монах – это молодой посланник чужой воли, что характеризуется котомкой на его ремне, со свитками, с теми поручениями, знаниями, которые он по чужой воле куда-то несет и остановился в пейзаже, сидит с молитвой и вбирает в себя знания мира. Он впитывает в себя знания, находясь еще в сане ученика, который только еще не мог уйти к мудрости. Белый монах, в противоположность, решен. Он белый, но холодный по цвету, светится уже сам, излучает вокруг себя свет, он сам является светом и человеком, который достиг такого состояния, что он готов всю свою мудрость, все свои знания уже отдавать вокруг, отдавать вокруг себя, делиться ими. И тем самым он освещает пространство, в которое помещен более теплое, но темное. Помещение каждого в этот прозрачный куб – это визуальная цитата, взятая из библейского фрагмента, когда Господь Бог сказал, что «монашество – вы соль земли и свет миру». Художник на каждом полотне использует рунический алфавит, в котором пишут стихи. У черного монаха текст «свет начала, свет конца, свет, входящий в середину. Вспомнятся слова отца прозревающему сыну. Как собрать все воедино, как сподобиться венца». «У белого монаха незнакомая знакома для того, кто снова дома, кто на грани окоема погружается в себя. Вновь распахнуты границы, снова будущее снится. И легко всего добиться, если делать все любя». Работа Александра Фролова под названием «Сокровенная». Художник попытался выразить свою ностальгию по монархии, по царской власти и для этого использовал атрибутчику царской власти – корону Российской империи, державу, чашу с весами правосудия. Художник старорусским шрифтом, где присутствующий на картине, закодировал молитву «Отче наш». Здесь везде шрифтом написан текст молитвы. «Да, светится имя Твое, да, прибудет царствие Твое, да будет воля Твоя, и дальше на посохе, как на небе, так и на земле спускаясь вниз на хлебнице. Хлеб наш насущный дашь нам нанести, и не введи нас в искушение на яблоке, но избави нас от лукавого рядом с чашей, со змеем, и остави нам долги наши, и начальше, как мы оставляем должникам нашим». Вторая работа на тему царской власти и монархии, которая называется «Предближащая», где опять-таки художник использует элементы монархической царской власти в виде короны Российской империи, скипетра, как воинствующего начала, державы, как власти на земле, орден Андрея Первозванного, как одну из высших наград Российской империи. На фоне этой работы черные врата с чугунным изображением в этих вратах орла Российской империи, где мы видим левую часть этого орла с крылом, и посередине головой, сделанной из драгоценного жемчуга, фигуру Георгия Победоносца на коне. Евангелисты. В советское время нельзя было использовать это название, поэтому работы, когда выставлялись, назывались «Летописцы». В Советском Союзе был запрет на распространение или рекламу религии, поэтому художникам приходилось менять названия на те, с которыми их работы горком графиков или принимающей комиссию повесить на выставке. Поэтому работы назывались тогда «Летописцы», но, собственно, они теперь имеют и два названия – «Летописцы» и «Евангелисты». В этих работах четыре персонажа, которые олицетворяют степень возрастания внутреннего духовного мастерства. Ученик, подмастерье, мастер и гроссмейстер. Четыре разных степени познания мира и своего собственного внутреннего мастерства. Их библейские имена соответствующие. Самый молодой Иоанн, Марк, Лука и Матвей. Как летописцы, они пробуют работать с световым пером, которым на невидимых страницах книги бытия запечатлевают историю жизни страны, историю жизни, которая проходит мимо них. Иоанн, как самый молодой, находясь в ученическом сане, он только робким, легким движением пробует брать это световое перо и делает первые, так сказать, записи в книге бытия. Марк уже подмастерье, он сидит плотно, четко уже тремя перстами зажимает это световое перо, работает в двух плоскостях и более уверенно, с сознанием дела, с мастерством уже выполняет свою работу. Лука в чине мастера, человек, умудренный опытом, который уже видит полностью прошлое и работает уже в трех световых плоскостях, уже полностью работает кистью, накладывая ее на невидимые скрижали, невидимые эти панели, которые запоминают историю. И Матвей, умудренный уже опытом, старец, который издает свет изнутри себя, работает уже во всех плоскостях, он уже может объединять и прошлое, и настоящее, и будущее, синтезировать их. И, кроме всего прочего, художник наделил каждого персонажа своей национальностью, то есть Иоанн у него представлен как славянин, и это показано старорусскими шрифтами, которые он использует на фонах. Марк Ариец, где использованы арийские руны. Лука, восточный человек, прототип перца с восточными разными шрифтами, и Матвей, еврейской национальности, с еврейским алфавитом. Когда они выставляются квадратом, то в середине квадрата объединяются боковые иконки, и они образуют еще орнамент. Художник изображает отношение персонажа, его эмоциональное отношение ко всем остальным, как он их видит. Иоанн представляет самого себя, как развергающийся светом черное пространство, через которое идет поток знаний, которым он уже начинает владеть, и для него это такой свет, замаячивший в черном туннеле, по которому нужно идти. Верхняя правая икона, это как он воспринимает старшего по званию подмастерья, представляет уже в виде алмаза, который уже получил огранку, и уже такого камня драгоценного, который уже имеет свой вес. Луку воспринимает как алмаз, драгоценный камень, ограненный и уже вставленный в драгоценную оправу, имеющий уже такой ювелирный вес, как драгоценное изделие. Матвея, он не понимает, что это. Он только понимает, что это свет, развергающий пространство, то есть свет, разрушающий тьму, исходящий оттуда большим-большим потоком световым. Для него это еще облако непознанного такого. У Марка такие же иконы, то есть себя он уже видит не как пустой луч, а уже как крестообразное свечение креста, из которого исходит свет из туннеля. Иоанна, он видит как начало кристаллизующейся структуры, которая начала формироваться, и в ней уже появились пиксели знаний, правильного направления структурированные. Луку он представляет как свет, развергающий тьму, как некое световое облако, которое начинает структурированную тьму раздвигать и подвигать. И Матвей он представляет уже как некое, сказать, такое сильнейшее межпланетное свечение, которое раздвигает тьму планет на галактическом уже таком уровне. Лука, он видит себя уже как некое, сказать, мерцающее существо в космосе, наподобие ангела. Иоанна, он видит как начало с цвета, который, сказать, уже освещен божественным светом и получает такую ювелирную огранку в виде, сказать, узора. Марка, он видит как цвет с конкретными элементами знаний, выходящими, сказать, наружу и раздвигающими пространство. Матвея, он уже видит как планету Солнца, как какое-то галактическое, космическое какое-то существо, которое, сказать, уже структурировано и своим светом освещает все пространство вокруг. Матвей, то есть это человек, достигший наивысшей точки своего собственного развития, и он уподобает созвездию, свету, сам как лунолитий и уподобает Луне, которая освещает ночью все пространство вокруг. Иоанна, он видит как зарождающийся в кубе шар, свет, который в дальнейшем должен стать межпланетным и начать светить. Марка, он видит уже имеющий свое имя, свой знак, который здесь изображен, уже сконцентрированной силой воли, энергией и своим собственным штампом. Луку он видит как четко сформированный свет, идущий из космического пространства лучами, который идет в правильном пути и звездно освещает пространство вокруг себя. Еще и очень интересная работа Александра Фролова «Сотворенное освобождение». Изображение пасхального яйца, которое прорастает из тернового венца Спасителя. Яйцо как новый смысл, новая сила жизни, возрождение, новой духовности, света вокруг себя, но всегда оно подвергается нападкам со стороны демонических сил, которые изображены здесь в виде царапин когтей дьявола, подбирающимся к чему-то чистому, светлому и святому. Также художник, пользуя рунический алфавит, запечатлевает свои стихи. Тайна будет не раскрыта, но народом всем привита. Будет это чувство тайны, чтобы стало чрезвычайным всякое явление чуда. Трептих Александра Фролова, который называется «Жемчужина» или «Рождение жемчужины». Художник в трех картинах использует разное время суток и разное время года. Изображен в пейзаж вмонтированный кристалл алмаза, который перед тем, как его гранить и делать из него ювелирные изделия, с него отрезается макушка, которая парит вверху, и она потом уже не нужна для ювелиров. В картинах изображен момент, утром солнце вверху, пирамида пустая, потом днем солнце опускается вниз, и внутри уже что-то зарождается, внутри этого кристалла. И в ночное время солнце, севшее внутрь этой пирамиды, рождается в виде драгоценной жемчужины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова